С января 2022 года меняется порядок обращения с отходами первого и второго классов опасности. Что это значит для нас? Это большая победа государства, очень большая реформа. Первый и второй класс – это самые опасные отходы, это токсичные отходы, это химия, это сложно перерабатываемые, это ртуть. Но та же самая лампа, те же самые батарейки – это тот самый первый и второй класс, который необходимо утилизировать совершенно другим способом и обезвреживать совершенно другим способом. У нас появился федеральный оператор, это Росатом. Они создали, я смотрела, систему, это федеральная государственная информационная система, все должны быть там зарегистрированы. И все образователи отходов и тех, кто их утилизирует, размещает или как-то с ними обращается, должны быть в этой системе зарегистрированы. И мы будем по всей стране видеть, одномоментно мы увидим всю картину. Это большое дело. Дальше случится следующее. Если вы не можете свои собственные отходы сами утилизировать и сами перерабатывать и понижать класс опасности, вы должны отдать их специализированной организации, специализированному перевозчику. Исходя из того, как я увидела, как эта система работает, это будет типа Яндекс.Такси. Это прозрачный такой marketplace, в котором вы выберете ближайшего к вам перевозчика добросовестного, ближайшего к вам переработчика, потому что логистика и цена должна быть соразмерна. И заплатите за это. Я читала, что в законе куча новшеств, которые в идеале должны привести к тому, что исчезнут ситуации, когда пытались строить дома на месте бывших химзаводов с отравленной землей, или предприятия выбрасывали лампочки с той же ртутью. Недобросовестные люди, это же не предприятие, не юридическое лицо в виде таблички выбросило лампочки с ртутью где-то. И какому-нибудь любому человеку, не буду я имя очень называть, это кто-нибудь обидится, вынести мешок с лампочками под дерево, никто же не помешает, ну, если его за руку не остановят. Опять же, если не поменяется тот самый менталитет, когда ему в голову просто это не придет. Но предприятия должны зарегистрироваться, и система должна стать полностью прозрачной. Поэтому я призываю все предприятия, которые являются образователями первого и второго класса, побыстрее, до первого марта войти в эту систему, быстро зарегистрироваться, и уже первого марта быть к этому готовым, а не первого марта об этом подумать. Создавалась информационная система, она готова, Росатом с этим абсолютно четко может справиться, у них есть все силы, они создали ФРУ, там достаточно большое количество мероприятий проведено в подготовительный период, и первый и второй класс должны перестать быть нашей головной болью.